В эфире международные новости в студии Инесса Буланкова. Здравствуйте! Поговорим об основных событиях этого понедельника. Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анжелина Джоли заняла место режиссера. В Нью-Йорке показали фильм о геноциде в Камбодже. Стена плача опустела. В Иерусалиме готовятся к празднованию еврейского Нового года. Генетические близнецы со всей России встретились в Санкт-Петербурге. Всемирная продовольственная программа ООН поможет Кубе пострадавшей от урагана Ирма. В стране выделят почти 6 миллионов долларов. Программа призвана помочь 650 тысячам кубинцев. Средства помогут удовлетворить срочные нужды населения. Ирма – худшее стихийное бедствие для Кубы с 1932 года. И хотя око урагана обошло страну стороной, штормовой ветер, ливни и волны причинили Гаване значительный ущерб. Как сообщили кубинские СМИ, стихия повредила либо разрушила около 4400 домов и унесла жизни 10 человек. Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в окружении своих шестерых детей представила в Нью-Йорке новую режиссерскую работу – картину «Сначала они убили моего отца. Воспоминания дочери Камбоджи». Сюжет фильма разворачивается в Камбодже в середине 70-х во время режима красных кмеров. В центре внимания история судьбы девочки, которую разлучили с родителями и отправили в лагерь для сирот. Там ее тренировали, чтобы превратить в солдата нового режима. Красные кмеры осуществляли геноцид, в ходе которого погибло четверть населения Камбоджи. Девочке удалось уцелеть, бежать из страны, сохранив в сердце любовь к окружающему миру. Она выросла и посвятила себя миротворческой миссии. Фильм основан на мюарах американской писательницы Лун Ун – беженки из Камбоджи. Для Анжелины Жалей эта страна также является особенной. Здесь был снят фильм «Лара Крофт», принесший ей мировую известность. А также в 2003 году актриса усыновила здесь своего первого сына Мэддекса. В Иерусалиме готовятся к празднованию еврейского Нового года Роша Шана. Из стены плача вынимают молитвенные записки, которые люди вложили между камнями. Во время уборки вкладки древнего храма достают десятки тысяч маленьких бумажных свертков. Священнослужители собирают их в мешке, а затем закапывают в землю на Масличной горе. Считается, что все обращения от чистого сердца, направленные таким образом, а также подкрепленные молитвой, обязательно будут услышаны. Во время праздника Нового года стена вновь наполнится посланиями Богу. Этой традицией уже несколько веков очищают от листков ее дважды в год в преддверии Песоха и еврейского Нового года. Праздник будут отмечать уже в этот четверг. В Петербурге состоялось событие, по сути своей, уникальное. Первая встреча рецепиентов, больных, перенесших трансплантацию костного мозга, и их доноров из российского национального регистра имени Васи Перевозчикова. Три пары генетических близнецов с разных концов страны собрались в Петербурге, чтобы познакомиться лично. Встреча прошла в канун Всемирного дня донора костного мозга, который отмечают с 2015 года в третью субботу сентября. На встречу побывала и наша съемочная группа. Долгие годы ожидания, и вот оно, знакомство больных, перенесших трансплантацию костного мозга с их донорами из российского национального регистра. Это не встреча масштаба Санкт-Петербурга, а события всероссийского значения. Ведь сегодня та база данных, которую сформировали множество медицинских учреждений России и Казахстана, дает шанс найти подходящего донора костного мозга на родине, а не за рубежом, сэкономив при этом огромную сумму денег. Русский человек всегда придет на помощь, когда нужна конкретная проблема. Именно поэтому, в частности, такие встречи очень важны, чтобы тут появились человеческие лица, и чтобы люди друг друга увидели, пациент и донор, но и чтобы мы все увидели, что вот, живые люди за этим стоят. Анонимность донорства сохраняется в течение первых двух лет после трансплантации. Все это время рецепенты и доноры общаются по переписке. Сегодня братья по крови открыто поделились своими признаниями и идеями. У меня так сложилось, что я был дважды донором, да, то есть первый раз у нас у Гордея не прижилось ничего, да, нам потом позвонили, сказали, так, так, надо, попросили еще раз, ну, я пошел как бы второй раз, то есть я таким образом проходил и операбельным путем, и, соответственно, перекричками с запором, да, то есть ни в одном из случаев я не стал никакого дискомфорта. Было бы неплохо создать, ну, может быть, даже хэштег для туристов, которые могли бы помимо официальной их культурной программы, будь то туры, будь это самостоятельный туризм, заезжать в первый мед и проходить определенное, ну, типирование, да, после которого они бы попадали в базу и уже на местах непосредственно в своих городах могли иметь возможность помочь человеку. Трансплантат — это не только клетка крови, но и частицы души. Возможно, поэтому во всем мире донорство костного мозга остается добровольным, анонимным и безвозмездным. Инесса Буланкова, Антон Антибин, Новости ТБН. Далее в выпуске новости христианского мира и моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса, а у нас следующие новости. Разграбленный боевиками христианский храмовый комплекс Маалюля восстанавливается ускоренными темпами. Один из храмов сможет принять прихожан в ближайшее время, передает Благоистинфо. Самым сложно было восстановить пещеру Святой Феокла. Она очень сильно пострадала, как и церковь Святого Ильи. Перед специалистами стояла непростая задача — сохранить исторические артефакты. Правда, некоторые памятники архитектуры пришлось создавать заново, поскольку они были утрачены, рассказал сирийский инженер Ильяс Хиляль. Четыре года назад Маалюлю захватили боевики Джабхат Ан-Нусра, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации. Работа по восстановлению храмового комплекса удалось ускорить благодаря созданию в Сирии зон деэскалации, режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволил доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами. В Санкт-Петербурге в минувшие выходные прошла Балтийская конференция Веры-2017. Все подробности в следующем сюжете. Съемочная группа телеканала ТБН сегодня находится в церкви «Слово жизни» Санкт-Петербург, где проходит одно из самых ожидаемых событий этой осени — «Балтийская конференция Веры». И прямо сейчас вы можете видеть молодое поколение, которое готово ответить на вызов и взять ответственность за будущее своей церкви. В этом мы не сомневаемся! Для церкви «Слово жизни» — это важнейшее духовное событие, и вместе с этим большой шаг вперед. В этом году конференция прошла в третий раз. Ключевые темы — рост церкви, достижение молодого поколения, пробовать Евангелие в современном обществе. Поиск новизны, каких-то новых инструментов. Время дает нам новые вызовы. Следовательно, нам нужны новые возможности, инструменты, как справиться с этими вызовами. Иногда мы к новым вызовам пытаемся подойти старыми методами. Не работает новые двери, новые замки, новые ключи. Мацола Исхайл, Василий Витюк, Марк Конор. Каждый из приглашенных спикеров делился особенным посланием. Какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы церковь развивалась? Как научиться быть понятным современной молодежи, сохраняя при этом истинность Евангелия? Ведь это и есть будущие лидеры, а значит и будущая церкви. Моё послание такое, что мы должны все взять ответственность за наше время, за наши города. Не только быть в церкви там и быть в толпе, но понятно, что я призван делал, что Бог дал мне. И, кажется, я должен задавать себе такие вопросы, что использую ли я эти таланты полностью, которые Господь мне дал. Если мы все думаем так, после этой конференции, я бы был очень рад. Для старшего пастора церкви «Слово жизни Санкт-Петербург» Андрея Горновского – это особенное время. Их церкви всего четыре года, но за этот период уже многое сделано, и это уже победа. Но пастор уверен, самое главное еще впереди. Рост церкви – это не главный фокус нашего внимания. Люди, которым мы призваны служить, являются самым главным. И если мы будем служить людям, которые живут вокруг нас, в нашем городе, в нашем окружении, тогда и церкви будут расти. Поэтому я искренне верю, когда мы озадачиваемся тем, что важно для него, это станет важным для нас, и тогда мы сможем увидеть церкви растущими, живыми и благословенными. Балтийская конференция веры – это действительно место прорыва. И церковь сегодня играет ключевую роль в формировании здорового общества. Достижение детей и молодежи – это очень важно. Один из способов сделать это – это помочь им выстраивать личные взаимоотношения с Господом, обрести веру, показать, что Бог любит их, и что у Него есть цель для их жизни. В этом ключевая роль церкви. Событие такого масштаба может послужить созиданию тела Христа и росту многих церквей из Санкт-Петербурга и области. Ведь рост церкви – это ответственность каждого христианина. Анна Федорова, Антон Антипин, Новости ТБН. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте А я с вами прощаюсь. До новых встреч!